Рыбакит Клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Привет, я Ваня, а ты на канале Рыбакит. Рисуй со мной яркие рисунки. Сегодня я рисую морскую черепаху. Летом ее хочется нарисовать. Да, я рисую ее очень просто и у тебя она обязательно получится. Смотри, морская черепаха, конечно, самое главное это ее панцирь. И мы вот такой овал, большой овал нарисуем. Сразу нарисовали большущий овал. А теперь рисуем голову черепахи. Голова здесь вот идет. Такая вот она идет. И раз, и два. И похоже на капельку. На капельку, которая выходит из большого овала. Отлично, это мы нарисовали. Теперь нужно рисовать хвостик. Вот напротив проводим сюда. И здесь рисуем небольшой хвостик. Хвостик, хвостик, хвостик. Теперь нарисуем сразу задние плавнички-лапки. Они такие маленькие у нее. И рисовать их очень легко. Для начала. Нарисовали? Теперь самое интересное и самое, можно сказать, сложное. Это большие плавники, которыми она гребет. Они вот отсюда отходят. Вот сюда вот так. И раз. А здесь и два. Вот такие плавники, как у птицы, ты скажешь. Да, похоже, как у птицы. А здесь они имеют толщину и сюда заходят. Толщину и сюда. И вот у нас получилось. Даже я еще раз обведу панцирь. Он у нашей черепахи очень крепкий. Я его еще раз обвожу. И сразу становится линия крепкая. И видно, что это очень большая, крепкая морская черепаха. Да. Теперь нарисуем, что у нас, какой рисунок будет на панцире. Это важно, потому что у черепаха он разный. Здесь мы нарисуем полосочки. Такую полосочку, как ободок у черепахи. Ободок. А теперь нарисуем такие вот неровности. Вот так вот. Похож на футбольный мяч, мне кажется. И здесь еще раз неровности. Сюда идут неровности. И здесь лучики расходятся. И здесь они во все стороны расходятся. Она не очень ровная черепаха. Не такая ровная, как будто мы рисуем мультяшную черепаху. А что-то среднее. Черепаха отличная. Теперь рисуем один глаз. Второй глаз. И здесь можно захватить улыбочку. Такая вот у нас получилась черепаха. Она морская. Она плывет. Чтобы показать море, мы нарисуем здесь дно. На дне у нас несколько травинок. Водоросли растут. Такая трава растет. Мы их рисуем здесь. А здесь вот такая вот трава. Разная. Может быть даже какой-то коралл. Так. Здесь нарисуем кружочки. И нарисуем море. Вот здесь оно заканчивается. Такое море. Не очень глубокое. Как ты заметил. Песочек на дне. С помощью точечек мы покажем. И нарисуем небольших, маленьких рыбок. Это будет интересно. И живность в нашем море повысилась сразу во много раз. Мы видим, какие рыбки у нас плавают. Раз, два. Три рыбки. Вполне достаточно. Получилась у нас отличная картина, которую можно здорово раскрасить. И я раскрашиваю масляной пастелью. Я тоже зову тебя раскрашивать именно масляной пастелью. Возьми зеленый цвет и покрась плавники. Плавники зеленым цветом красим. Не останавливаясь и не очень медленно. Старайся быстро. Если ты не успеваешь, то ставь, конечно же, на паузу. У тебя получится догнать меня. Сразу же травинки покрасим зеленым цветом. Все, что зеленым, сразу и покрасим. И здесь. И голову ее тоже покрасим. Ага. Получается здорово. Здорово. Возьмем-ка мы и бирюзовый. Я не знаю, какого цвета панцирь. Мне кажется, он у черепахи темного цвета. Но я возьму бирюзовый сначала. И покрашиваю бирюзовый цвет. А потом добавлю, к примеру, коричневого, а потом черного. Мне кажется, что-то среднее у нас получится. Прям настоящая черепаха, как в мире животных. Отлично. Взяли. Теперь, как я говорил, коричневый берем. Коричневый. И закрашиваем нашу черепаху коричневым. Панцирь закрашиваем. И этот же коричневый я добавлю в плавники и кожу черепахи морской. Вот такая. Она у меня будет как настоящая. Не просто так, а как настоящая. Прям настоящая. Такая шершавая. А вот теперь я возьму черный. И выделю вот эти вот вещи, которые я рисовал в свой рисунок. На черепахе выделю. И немножко черного добавлю. Мне кажется, черепаха именно такая. Может быть, она чуть-чуть зеленоватая. Но я и зеленого добавил, и бирюзового. Всего, что я хотел. Я добавил глазки под виду. Отличная черепаха. Для дна лучше выбрать какой-то желтый или коричневый цвет. Или следно-коричневый. Я взял. Можно взять оранжевый. Я взял светло-коричневый. Он очень хорошо подходит. Что еще у нас есть? У нас есть водоросли одна такая. Я ее хочу розовым покрасить. Мне кажется, розовый цвет под водой очень красиво смотрится. И также я хочу сделать розовых прыбок. Две розовых и одну оранжевую. Все-таки оранжевую. Я оранжевую сегодня не использовал цвет. А он мне очень нравится. И оранжевую. Одна оранжевая, две розовые. Отлично. А теперь взять голубой и покрасить воду. Я думаю, что может быть тебе покрасить всю воду будет сложно. Может быть тебе немного лет. Ты юный художник. И я советую тогда тебе начать сверху. И покрасить хотя бы верхний слой воды. Я думаю, если ты так сделаешь, уже будет понятно, что твоя черепаха под водой. А если ты постарше, то можешь уже, и у тебя есть желание, конечно же, то можешь и снизу немножко подкрасить голубым. Вот так вот голубым снизу. Ты видишь, я сейчас крашу плашмя, кладу мелок. И плашмя раскрашиваю. И получается здорово очень. И вот таким образом мы покрасили почти все дно и все море. И немножко поднимаемся, 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 поднимаемся. Все старше мы становимся и старше. У нас работы заканчиваются. И очень красивые рисунки получаются. И вот такое у нас море получилось. Отличный рисунок. И он очень мне нравится. А для того, чтобы море стало еще синим, я добавил еще немножко синего. Вот так. Немножечко больше синего. Мне кажется, это здорово. И ты можешь остановиться на голубом. Можешь добавить немножко синего. Будет и так, и так здорово. Мне очень нравится рисовать морских обитателей. Я буду продолжать. Зову тебя участвовать в моих рисунках. Рисовать со мной и присылать свои работы в Инстаграм. Это очень легко сделать. И маму, папу скажи, попроси, попроси меня сделать просто сториз. Потому что сториз мне легче всего найти и репостнуть к себе. Или пост. Но лучше сториз и написать на этой сториз собачка рыбаки 3. Это я увижу и сразу репостну. Спасибо тебе большое заранее за твои рисунки. Я знаю, что ты обязательно мне присылаешь много работ. И я видел тысячи рисунков. Но мне кажется, я не помню, как выглядеть твой рисунок. И правда зову. Стимулировать нарисование это тем, чем мне хотелось заниматься. И я рисую. Чем больше, тем лучше. Летом каждый день приходи и рисуй летний рисунок. Специально для тебя. Хороших деньков и хороших выходных. Я очень жду сентябрь. Потому что начнется школа. И я буду еще раз рисовать. Но уже осенние рисунки. Так что лето не пропусти. Но осенью никуда не уходи. Пока-пока. Рыбакит-клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова